2020 год, год памяти и славы. Как в условиях пандемии прошел самый главный юбилей года – 75-летие Великой Победы? Ряд мероприятий ушли в онлайн, новый формат. Пришлось осваивать новые технологии взаимодействия. Почему так важно сохранить память о главной победе народа и как правильно передать ее новому поколению? Как вот здесь сделать памятник? Там, конечно, замечательно, тут это ходить будет. В чем именно проявляется патриотизм и кому и зачем сегодня нужно патриотическое воспитание? По стране это ведь не тысячи людей, это миллионы людей вышли в этом едином порыве. 2020 год стал годом, не похожим ни на какой другой. 75 лет исполнилось со дня окончания Великой Отечественной войны. Самой тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых страной. Празднование главного юбилея государства должно было пройти на самом высоком уровне и стать по-настоящему знаковым событием, чтобы каждый житель почувствовал себя причастным к истории. Но из-за ситуации с коронавирусом планы пришлось менять. Большинство торжественных мероприятий ушло в онлайн. Пришлось корректировать мероприятия. Многие мероприятия, тут, наверное, тот случай, когда, может быть, несчастье и помогло. Ряд мероприятий ушли в онлайн, новый формат. Пришлось осваивать новые технологии взаимодействия. В онлайн режиме у нас и акция «Георгиевская линточка» прошла в онлайн режим. Причем мы еще сделали оффлайн, то ли с малым количеством. Почему? Потому что это было разрешено указами. Проведены у нас, например, тревожный рассвет 41-го акция в онлайн формате. Мероприятия, которые посвящены чтению стихов о победе, исполнению песен о Великой Отечественной войне. Впервые за четверть века 9 мая в стране не состоялся парад победы. Торжественный марш, которого ждали и которому готовились все россияне, пришлось перенести. Самое знаменательное событие юбилейного года прошло 24 июня. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1945 году, состоялся парад победителей, когда по Красной площади прошли войны, отстоявшие Москву и Ленинград, победившие фашистские войска под Сталинградом, освободившие Европу и взявшие штурмом Берлин. В столице Карачаева Черкесии 24 июня в честь того самого первого марша воспитанники Центра патриотического воспитания Черкеска, которые несут вахту памятью Вечного огня, прошли парадным расчетом со знаменем победы. Ну а в сам День Победы 9 мая вместо парада и шествия бессмертного полка люди на балконах зажигали фонарики и пели военные песни. И эти акции удивительным образом еще больше сплотили и сделали праздник особенным и незабываемым. В условиях ограничений, вызванных эпидемиологической ситуацией, альтернативой традиционному ежегодному шествию бессмертного полка стал проект «Бессмертный полк онлайн». Для участия в онлайн-шествии было подано более трех миллионов заявок. В течение 19 дней на интернет-ресурсах шла непрерывная трансляция шествия, которую смогли увидеть более 25 миллионов человек в 97 странах мира. Что-то с памятью моей стало, Все, что было не со мной, помню, Бьют дождинки по щекам, мамы. Мероприятие прошло точно не галочно. Люди вспоминали своих близких. С таким же интересом они выставляли в окна, как и предполагалось, портреты своих родственников, с указанием их боевого пути. Многие записывали для Инстаграма или для других социальных сетей какие-то ролики, посвященные своим родственникам. Это было также интересно, что-то новое. В любом случае соединились эти люди не в одном строю, вживую на улице. Они соединились в один строй, присоединив новое видение интернет, социальные сети. Главными героями всех торжественных мероприятий, безусловно, стали ветераны Великой Отечественной войны. В этом году всех, кто причастен к победе, а также людей, чье детство было опалено той войной, постарались максимально охватить внимание. К юбилею ветераны, наряду с памятными подарками и наградами, получили денежные выплаты, как федеральные, так и от регионов. Так же, как и в других российских городах, в Черкесске прошла акция «Дом со звездой». На более чем 20 домах республиканской столицы, где проживают ветераны, установили таблички с красной звездой. Это было сделано для того, чтобы увековечить память наших земляков, защитников Отечества и их подвиги. С большим удовлетворением ветеранов Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны воспринимали данную акцию. И не только ветераны, а те, которые участвовали, принимали участие в данном мероприятии с большим удовольствием, с чувством гордости, что они прикасаются к тем мероприятиям, посвященным 75-летию, что они имели возможность посетить места жительства ветеранов, увидеть воочию этих ветеранов. Были очень довольны. Многое было сделано по оказанию практической адресной помощи ветеранам. Мы постарались по возможности, по каким-то обращениям, по каким-то своим наработкам оказать содействие большему количеству ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Если говорить конкретно по городу Черкесску, здесь была адресная оказана помощь при участии наших меценатов, спонсоров, депутатов парламента в частности, депутатов городской думы города Черкеска. В силу нашей длительной работы с ветеранами, мы уже знаем, у кого какие проблемы, вопросы, которые нельзя обойти. Кому-то помогли в больницу лечь, кому-то помогли с ремонтом в комнатах, окна поменять, какой-то мелкий ремонт, кому-то помогли интернет провести, кому-то забор поправить, кому-то огород вскопать, убрать. Вот даже недавно мы помогали узнице концлагерей, гетто, ветерану Великой Отечественной войны, привезти к зиме ее огород, она живет в частном доме. Таких случаев очень много. Мы активно с молодежью и с волонтерами эту работу проводим. Такие визиты помогают сохранить связь между поколениями. Благодаря воспоминаниям, которыми делятся ветераны, молодежь лучше понимает, какой ценой далась победа и как важно сохранить об этом память на долгие десятилетия. Это и есть патриотическое воспитание. Нельзя научить человека быть патриотом по книгам или фильмам, ведь прежде всего это личная вовлеченность в работу на благо общества. Уместно привести высказывание нашего президента Владимира Владимировича Путина, что нашей идеологией является патриотизм. Для нас патриотизм – это не просто слова, а это тот образ действий, именно действий, который предопределяет все наши поступки как патриотов страны. Для нас это не пустые слова, это, я же говорю еще раз, набор действий. Патриотика – это все-таки что-то конкретное. Это не слова, это не лозунги, это практически мероприятие. Чем больше мы людей вовлечем в этот процесс, тем, наверное, будет лучше для нас, для нашего города в частности. История и память, которую нужно сохранить и передать новому поколению, это, безусловно, и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, обелиски, монументы и воинские захоронения. Каждое свидетельство той войны должно выглядеть достойно. Особенно важно, чтобы значимость работы с памятниками осознавали и власти, поддерживали их сохранение и благоустройство. В год памяти и славы в Черкесске была приведена в порядок братская могила в южной части города, где покоятся более 300 защитников Родины. Долгое время были известны имена лишь 12 из них. За два года поисков были обнаружены еще 53 фамилии. На месте воинского захоронения установили новый обелиск. На имя главы города Черкеска обратились представители поискового отряда «Подвиг», Совет ветеранов городской с просьбой разобраться с тем, кто же все-таки похоронен на этом кладбище. Здесь по приблизительным тогда еще не подтвержденным сведениям говорилось о том, что 300 человек здесь похоронено. Было известно имена всего 12. И вот сегодня благодаря двухлетней работе здесь присутствует Альберт Валерьевич Зугаев, его старший сын, учащий в Санкт-Петербурге, провел огромную работу в архивах Министерства обороны. И вот все вместе мы прошли этот двухлетний путь. И благодаря этой работе сегодня установлены фамилии и имена 63 бойцов Красной Армии. Большое спасибо нашей мэрии, что она пошла навстречу и оказала помощь в этом моральную, материальную. Плюс, опять-таки, знаете, не каждый руководитель поймет важность этого момента. То есть памятник-то там в любом случае был. Ну что у меня-то, да, ну по сути. А там стоит плита, там перечислены эти погибшие, похороненные. То есть человек пришел, уже знает, ага, вот эта фамилия там есть. То есть люди уже знают, о чем речь идет. У нас в стране практически нет людей, у которых не воевали родственники. И самое страшное, когда ты не знаешь, где он похоронен. Еще многое в этом направлении предстоит сделать. Еще много памятных мест, нуждающихся в восстановлении. К примеру, мемориал, расположенный на въезде в Черкесск со стороны Пятигорска. Он посвящен мирным жителям, расстрелянным фашистами в 1942 году. Нуждается в благоустройстве и памятник защитникам Отечества в промышленной зоне Черкеска. Здесь покоятся останки жителей города, партизан, комсомольцев, коммунистов, расстрелянных на площади Кирова. Среди них, например, учитель музыки Степан Котлеров. Во время оккупации города фашисты приказали спеть многое лето Гитлеру. Степан Иванович отказался, за что и был убит. Памятник не пользуется популярностью у горожан. Место захоронения почти 500 человек находятся в запустении. Там даже по самым скромным подсчетам похоронено довольно-таки много людей. И не все люди мы их можем установить, потому что они в разброс. Там, говорят, таблички раньше были, но время уже сколько прошло? Уже 70 лет, считай. 75 лет пробеды. И мы не можем, например, восстановить некоторые имена. А просто, вот, например, как вот здесь сделать памятник, там, конечно, замечательно. Тут тогда ходить будет. Не, ходить будут, но далеко, во-первых. Во-вторых, оно будет довольно-таки заброшенное. Ну, на мой взгляд, там все-таки работать, работать и работать. И там работает непочатый край, в принципе. Каждый год Центр военно-пластического воспитания проводит акцию, январь 43-го, например. Проводится автопробег по местам боев, памятных боев в городе Черкесске. И в том числе туда тоже ездит народ, там линейка проводит, там, ну, вот, героические поверки. То есть, там люди погибли за наш город. И мы должны оказывать им почести в любом случае, хотя бы раз в год. Объективную картину состояния военных мемориальных объектов позволит сформировать проект, получивший название «Я помню», подразумевающий оцифровку памятников. Была такая идея в этом году закончить оцифровку этих объектов, для того, чтобы появилась единая общероссийская интерактивная карта объектов, посвященных Великой Отечественной войне. Свою лепту Карачаево-Черкесия внесла. Все памятники, к сожалению, из-за особенностей ограничений пандемии мы не смогли оцифровать, особенно это касалось дальних районов, на перевалах. Но большую часть памятников, которые посвящены, мы оцифровали. И я думаю, жители республики в скорое время смогут увидеть оцифрованные в панорамном, потому что объекты надо было определенным образом собирать, паспортизировать, фотографировать. И они, наверное, увидят объекты Карачаево-Черкесии. Не должны выпасть из истории войны и эвакуационные госпитали. У вековечения подвига медиков в суровые военные годы – также важная часть работы по патриотическому воспитанию, причем не только молодежи, но и более старшего поколения. Во время войны на территории Черкеска действовали семь госпиталей. Было бы правильным установить мемориальные доски на зданиях, где они тогда располагались. Такая идея в настоящее время прорабатывается. Черкесской городской думой был принят и реализован план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы народа в Великой Отечественной войне. И вот одним из этих пунктов у нас скопились материалы определенные. И граждане к нам обращались. Одним из этих пунктов было подготовить информационный материал о военных госпиталях на территории нашего города в период Великой Отечественной войны. Это очень интересное, очень трагическое. Знаете, я со многими людьми разговаривал, местными жителями. У многих до сих пор слезы на глазах наворачиваются, когда вспоминают эту тематику. Буквально уже в первые дни войны, когда еще, конечно, война была очень далеко от Черкеска, сюда стали поступать раненые. Мне рассказывали очевидцы, как встречали первый эшелон с ранеными в Черкесске. Это очень трагическая, очень такая история, когда люди буквально бежали в сторону вокзала Черкесского. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году и перевод подавляющего большинства патриотических мероприятий из оффлайна в сеть, празднование юбилея Победы прошло на достойном уровне. Новый формат позволил не только не потерять аудиторию, но и показал новые возможности для работы, прежде всего с молодежью. Ей привыкшей ко всяким челленджам и флешмобам, это особенно пришлось по душе. Посмотрите, история бессмертного полка. Вот люди, если раньше на какие-то там мероприятия, маевки смотришь, там больше люди старшего поколения. Здесь детвора, молодежь, студенчество. По стране это ведь не тысячи людей, это миллионы людей вышли вот в этом едином порыве. Вот вам самый лучший пример. Вот покажите сейчас кадры единого полка. И не нужно ничего говорить. Это лучшая иллюстрация того, вот как все-таки у нас поставлена эта работа. Как у нас обстоят дела с патриотическим воспитанием. Торжества отгремели. Формально год памяти и славы завершился. Но все, что было начато, безусловно, должно продолжаться. Память – это прежде всего ответственность, которую нужно подкреплять конкретными делами. Субтитры создавал DimaTorzok